Очередную нож в спину Владимира Путина, наверное, так можно охарактеризовать резолюцию Генассамблеи ООН, опубликованную накануне. Документ, по сути, признал Россию страной-агрессором за действия в Украине и в Грузии, что это значит для нас, а значит это, что дела наши плохи и пойдут еще хуже. Главным образом в экономике, конечно же, поскольку друзей у России почти не осталось. На этот раз отвернулись даже те, от кого не ожидали, за признание нашей страны-агрессором проголосовали в том числе Китай и Индия, в том числе Турция и Бразилия, в том числе Армения и Казахстан, да почти все республики бывшего СССР. Проще сказать, кто не голосовал или голосовал против, это Таджикистан, Узбекистан, Беларусь и Киргизия, плюс несколько банановых республик, простите, африканских государств, названиями которых даже головы вам забивать не стану. Ну что, приехали, ребята, приехали! Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Но это еще не все. Власти ЮАР попросили российского президента не приезжать на саммит БРИКС. Связано оно с решением Международного уголовного суда, выдавшего в марте ордер на арест Владимира Владимировича. Южноафриканская республика юрисдикцию данного суда признает и не может не подчиниться. В данный момент обсуждается возможность формата дистанционного участия Путина во встрече, но дело-то не в этом. Это действительно тревожный звоночек для всех, для нас теперь уже, да, нам демонстрируют, с нами не хотят иметь ничего общего, пока мягко намекают, а дальше, я думаю, сами догадаетесь или подсказать, это реальная журналистика. Все чудесатее и чудесатее тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Знаете, мне едва ли не впервые хочется сказать, я не знаю, что будет дальше. Если события станут разворачиваться по такому сценарию, спасайся кто может. 90-е покажутся детским лепетом и как собираются выруливать наши начальники, я тоже не представляю. Мы ввязались в драку, к которой оказались не готовы. Более того, мы одни в этой драке. У нас нет союзников, даже у Гитлера союзники были. Япония, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Таиланд и так далее. С американцами он хороводы водить пытался. С какими-то странами заключал временные союзнические соглашения. Тут, кстати, очень важно понимать. Союзник это не только тот, с кем ты сидишь в одном окопе и бежишь в атаку. Это еще и партнер, с кем ты ведешь торговлю. Выстраиваешь экономические взаимоотношения. Экономика это очень важно, потому что любой вооруженный конфликт, дорогое удовольствие. Оно требует денег, много денег. Без экономики на поле боя делать нечего. Голодный, безоружный и голый солдат много не навоюет, а против нас сегодня весь мир. 55 государств, Большая Семерка в том числе. Теперь вот еще Китай с Индией и Бразилией. Кстати, знаете, почему Большая Семерка большой называется? Потому что в нее входят страны с 7 передовых экономикой на планете. Представляете, какие возможности там и какие у нас? Экономика начинает трещать, инфляция зашкаливает. В Венгрии она 26%, при Балтийских странах порядка 17%, в Чехии 16%. Поэтому, когда речь идет о гражданах Европы, они на себе испытывают все тяжести решений Вашингтона и Брюсселя. Как вы понимаете, это господин Володин о проблемах Запада сейчас говорил. Мол, их же санкции, по ним же и бьют. А если по справедливости, вот лично я эту пластинку с самого детства слышу с 80-х годов. Вот как начал что-то там понимать, отражать, так и слышу. Запад загнивает, скоро все там накроется медным тазом. И многие открыто заявляют теперь, что не в Персидском заливе эти угрожи, а в самой Америке. И главная среди них – катастрофическая инфляция. Еще 2-3 месяца назад ее рост был на уровне примерно 13,5% в год. И это считалось бедствием. Сейчас рост инфляции превышает 18%. Скоро все войси в Америке, кирдык. Хотя вот здесь, наверное, все-таки заступлюсь за Володей. На интервью это записывалось еще до того, как в ООН состоялось голосование по резолюции о признании нашей страны страной-агрессором. В тот момент акценты были расставлены по-другому. Мы ж все верим, тот же Китай в беде не бросит, помогут, подставят дружеское плечо, когда придет время, ага, помогли уже весь прошлый год. Наши углеводороды за бесценок скупали, диском до 70% доходило, сейчас вон и вовсе подписались под приговором для нашей экономики. Переговоров Зеленского с Си Цзиньпином Киев добивался несколько месяцев. По словам украинского президента, телефонный разговор длился около часа. Зеленский назвал его содержательным и рациональным. Конечно, важнейшим аспектом нашей беседы было обсуждение наших взглядов на восстановление справедливого мира. Я представил украинскую формулу мира и ее конкретные пункты. Я вот могу сказать, что Китай это наше настоящее и Китай далеко не наше будущее. Хотя этого стоило ожидать. С самого начала катавасии под названием СВО умные люди говорили, не дадут китайцам великую сверхдержаву из себя корчить. Перейдут красную линию и просто доходчиво объяснят, мол, ребята, вы определитесь уже, за какую команду играете, а главное, за какую вам выгоднее. А вот как раз и цифры конкретные подвезли. По итогам 2021 года товарооборот КНР и США составил 755,5 миллиардов долларов. В то время как с нами они наторговали только 147 в 5 раз меньше. А теперь просто поставьте себя на место Си Цзиньпиня. Там почти триллион, здесь 140 миллиардов. С кем выгоднее дружить-то? А ему, между прочим, 2 миллиарда рыл кормить надо. Вы меня рассмешили. К тому же, ну давайте уже сами-то себе признаемся, покупательская способность россиян снижается от года к году, все беднее и беднее. Наш народ становится, кому эти товары продавать? Машины за 2 миллиона, компьютеры, телефоны, бытовую технику, да даже мебель. Вот, пожалуйста, из свежего 52% россиян имеют кредитные обязательства перед банками. При этом 44% выплачивают более одного кредита. Затруднения с выплатой долга в настоящий момент имеют треть граждан. Догадываетесь, о каких кредитах речь идет правильно, о потребительских. То есть, грубо говоря, это кредит на пожрать. В лучшем случае, на пылесос. Вот они, реальные цифры наших успехов. Российская газета опубликовала, не баранчих, ну, более половины населения находятся в кредитной кабале. Треть из них не могут свои займы закрыть. Вот я и спрашиваю, кому что продавать-то. У нас с платеженностью способным покупателям проблема. А скоро эта проблема станет еще заметнее. У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? У вас же джип в Москве. Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. А вот сейчас мы подошли к главному. Помните, в нескольких программах подряд я делал акцент на том, что в России половина работающего населения – это бюджетники. Сотрудники бюджетных или околобюджетных структур – 33 миллиона человек. Таких, если в цифрах понятно, для каких целей Путин бюджетников наплодил в таком огромном количестве. Это электорат, голосующий на выборах как надо. Вот только во время экономического кризиса бюджетник становится обузой. Прокормить такую ораву нереально. Тем более, что бюджетники ничего не производят. По сути, они только потребляют. Им надо зарплату платить два раза в месяц. А уж насколько штаты раздуты в казенных организациях и не мне, вам рассказывают посему. Ребят, да это расстрельные списки. До выборов как-нибудь власти дотянут, а потом все, начнутся массовые сокращения. Может быть, задержки и невыплаты зарплат, как было в 90-е, чтобы люди сами увольнялись. Просто денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Да, вот такие заявления мы очень скоро будем слышать. На каждом втором предприятии мы получим рекордную безработицу, поскольку пристроить куда-то 33 миллиона человек. Задача, в принципе, неподъемная. А там у малого-среднего бизнеса проблемы начнутся. Уже начались. Импортозамещением все эти 9 лет у нас, как обычно, на словах да на бумаге занимались. Сейчас вот эти все подснежники повылезали. Вот только за два дня две новости в России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры. Фенольная формальдегидная смола. Производители говорят, не решим проблему, будем останавливать производство. Да на кол их посадить! Или вот еще, производители будете смеяться, водки тоже бьют тревогу. Из-за санкций они потеряли западные рынки сбыта. Экспорт рухнул почти на 80%. Хотели на восток переориентироваться. Но там алкоголь спросом не пользуется. Несет убытки целая отрасль этих проблем. С каждым днем появляется все больше и больше санкций. Нам только на пользу говорили они. Ну-ну. Ладно, переваривайте услышанное. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте, в Однокласснике. Только через VPN. На остальных площадках без ограничений. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за Сим спешу отхланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok